Приехали мы сюда посмотреть на яблочный рак. Что это такое? Семь его едят. Грустный будет у нас с вами разговор. Дело в том, что мы с вами не случайно стоим возле в этом саду, где умерли яблони. Рак, слово страшное, звучит зловещие. И в общем-то он у нас всегда был, но в таких мизерных количествах, что это не мешало процветанию яблоневых садов. Этот рак я отслеживаю уже три года. И вроде бы он носил ограниченный характер. Он появился в майне вдоль побережья. Ну, не замезающий неси, где сырей воздух, там и возможности для рака больше. Ну вот прошло три года и теперь, изучив сотню садов, увидев несколько тысяч мертвых умирающих яблонь, я не мог видеть все. Я пришел к такому мнению, что мы столкнулись с необычным явлением, с уничтожением яблоневых садов в тысячах дачных участках, присадебных участках. А по вашему мнению, как он попал, этот рак? Да, я вначале очень долго думал и понял одно. Смотрите, у нас были страшные морозы, до 40, а поедаю где-то в горах все и выше. Мы достигли, благодаря, если посмотреть с помощью глазка видеокамеры, вот идут вот эти подвои. Это ведь дикие яблоньки. То есть основаны наши на фундамент, это подвои, прививки на дикие яблоньки, вот они всюду лезут в качестве прикорнивых, да? Я же не обманываю, вот они. А культурные, благодаря им, и благодаря нашей, мы тут хорошо поработали за 30 лет, уже сколько раз я повторял знаменитые наши фамилии, уже жаль, не все живы. Вот, получилось как, они настолько, их ничем не взять. И я подумал, как же так, ничем не взять, и вдруг массовая гибель за последние. А тут последние еще, у нас же как, были факторы, которые помогали. Да, звенят морозы. Да, мы достигли, мы превысили порог, теоретический порог морозостойкости. Мы обошли науку там на десятилетия. Но, они же, эти же морозы и сухой воздух уничтожали наших врагов, или не наших, а врагов наших яблонь, в том числе и грибковое заболевание. И получалось, что это такая равновесие. А последняя зима была самая теплая за последние годы. И оказалось, что в теплую зиму труднее. Мы дали простор грибкам. Но не это главное еще. Дело в том, что, к моему огромному сожалению, несмотря на мою бесконечную войну с традиционным садоводством, традиционное садоводство решило, что деревья неправильно растут. Они не знают, как расти. Знают только те, кто написал следующее. У деревьев есть лишние ветки. Которые растут внутрь, лишние. Растут вниз, лишние. Растут поперек, лишние. Нижние скелетные ветки, лишние. Долочки лишние и началось во всей России. Она вбита в сознание, в мозги всех садоводов. Весна резать. Зачем, никто не знает. Ну, некоторые еще знают, что раз она растет внутрь, срежь. И вот на таком дереве, если его резать, вот этих лишних веток, вот на таком дереве, носит сюда несколько сотен. Несколько сотен раны бессвечены. Грибок садится только на раны. Раны и бывают, естественные. Проходят годы. Вы знаете, что пишет стандартная литература? Оно к нам отношения имеет. У нас даже однолетние деревья трака гибнут. А традиционная литература о чем говорит? А начинает рак проявляться только на старых деревьях, которым 20 лет. Да, на юге морозов таких нет. Да, после 20 лет появляются трещины естественные. А у нас мало того, что естественные трещины появляются даже на молодых деревьях. Мороз, морозобойным мы называем, и солнечные ожоги. Слабые места, я вам потом покажу плотнее, это развилки деревьев. И везде, где спора попадает, там же простая. Так мы еще умудряемся. Каждое дерево своими руками. Я кричу, нельзя их увечить вообще. Они слабее на мороз. Добавился рак. Откуда? Вот отвечаю на ваш вопрос. Все передумал. Вроде не дурак. Осталась только одна единственная версия. Наши деревья, наш рак всегда был. Я с ним знаком хорошо. Он деревья не калечит. Если одна веточка раковая, она может всю жизнь жить на дереве. Дерево от этого ничего не... Даже если поленитесь отрезать. Ее раковую ветку положено отрезать. Ну, допустим, не отрезать. Ну, и бог с ней. Она дерево не погубит. Деревья наши обладают невероятным иммунитетом. Ко всем болезням, которые здесь были до того. Отсюда вывод вы уже сами догадались. И импортный. То есть, рак это грибное заболевание. Да. Я называю раком с вероятностью 95%. 5% на что-то другое. Но все признаки рака, то есть внешне, это чисто грибковое заболевание. Мы потом, наверное, сделаем крупный план в упор. Я покажу эти грибы. Вот. И что получается? Значит, если я не ошибся. Если я ошибся, извините, у нас еще есть абакан со своей мощной структурой. Нихай приезжает, нихай разбирается. Кого-то же должно это волновать. Что мы из экспортеров яблок полностью перейдем на импортное. И где эти грибы к нам могли прийти? Раз они, раз наши деревья беззащитные, значит они со стороны. Например, в Средней Азии рядом. Плоды оттуда. Рак спокойно живет на плодах. Так. Саженцы оттуда. Рак спокойно живет. Он приезжает к нам на коре дерева и на листьях. Значит, что? Тоже Средняя Азия. Ну, они, скажите, как же так? У них там раком не болеет, а у них такой мягкий климат. У нас деревья должны бы выдержать их, так сказать, слабосильный рак. Ага. Их деревья обладают иммунитетом против их рака. Наши деревья обладают иммунитетом против нашего рака. Но привезли сюда со стороны. Это точно та же, как... Мы же как... К нам какой-нибудь этот гонконгский гриб попадает, и люди умирают. Да? Здоровые мужики лежат и умирают. Хотя они крепче намного сибиряки, чем эти же гонконги. Потому что эта болезнь совершенно новая. После этой мрачной риторики нам надо решить, что нам надо делать дальше. Давайте мы покажем несколько деревьев в разной степени. И посмотреть, какие деревья спасать поздно, а какие еще не поздно. Значит, мы с вами подошли к дереву, которое погибло только наполовину. Так. Почему? Здесь отчетливо видно, что такое рак. Вот. Это вот эти черные пупырышки. Это пожелтение вот этой кожи. Это омертвление коры. Дальше омертвление камбия. И уже омертвление... Уже... Вот видите, это омертвление коры. Это омертвление камбия. И, наконец, если дальше копнуть, омертвление древесины. Так вот, наука говорит, и правильно говорит. Если бы это была вся вот эта ранка, ножом с мясом вырезать, протравить и замазать, могло бы спасти. Но я сейчас вынужден сказать следующее. Мы... Начало моего разговора было на фоне мертвого дерева. Вопросов нет под корень. И еще надо умудриться выкопать яму и обрубить сколько можно корней. Так. Так, возьмем это дерево. Вот эта ветка мертвая явно. Да, ну как мертвая? Живучее дерево. Вот еще сохранилось. Естественно, что хозяин бы... Мы в соседском саду. Вот. Хозяин бы вот так бы, допустим, отрезал. Ну, боже мой, осмотрите. И там еще листья, и там еще плоды. О, ему рука не поднимется. А я вам говорю, вот эта ветка мертвая фактически. Вот это еще живая. Тогда, казалось бы, тут давайте отрежем, да сохраним. Нет, говорю я вам. Рак уже тут. Вот. И если человек хочет иметь еще в этом саду дереве, то он вынужден дерево вот с такими вот ранами тоже уничтожить. Угу. Наравне с тем полностью сухим. И тут еще я хотел показать вот это дерево. Половина веток еще живы. Посмотрите, как рак изуродовал его. Вот с этой стороны видно, как рак его изуродовал. Так. Вот. О том, что рак, можете не сомневаться. Я все справочники переворошил. Вот они. Везде фотографии, везде рисунки. Вот он рак. Так вот. И такое дерево. Да? Оно высох. Теперь смотрите сюда. Получается дерево... Все дерево в яблоках. Тоже раковое. Тоже под корень. Да еще бы прихватить корни. И, наконец, сейчас мы... Чтобы не такая грустная кирпина была. Я нашел одно единственное дерево, которое можно хотя бы попытаться спасти. Угу. Вот. Почему? Дело в том, что грибковое заболевание, оно прекрасно обеззараживается. Но тут, получается, как? Мы чуть позже с вами будем разводить эти самые растворы делать. Вот. И как его спасти? Это только если умудриться не ручным опрыскивателем, а все знают, что такое краскопульт и нечто подобное, и облить его все, не оставив сухим ни одного местечка. Возможно еще, но это надо, чтобы споры есть везде. Везде, везде, везде. Почему? Если бы оно даже было здоровое, вот они, соседи. Корни сомкнулись. Вот они, листья, которых в этих листьях, тут же рак. Вот здесь вот. Вот. И никуда нам от него не деться. Вот. Это так называемая... Ну, она раньше была немножко... Как красноватая еще называется по-другому. Буроватая. Ну, сейчас она уже высохла. Засяли бурой становится, а потом уже че-то. То есть, это тоже рак. И спасти его только полностью, убрав все соседние яблони. А вот это еще можно облить, если такие еще есть у кого на дачах. Но облить целиком. Это огромное количество раствора, приготовленного процентом соотношения, как я научил. Ну, вот, пожалуй, шанс. И здесь же совершенно здоровые вишни сливы. Вот. Ну, загущение, кстати. А, вот не зря что спросили меня. А не густо ли соседи посадили? Да, конечно. Густота – это тень. Это тоже место для развода грибов. Почему? Чем больше тени, тем сырее. Мы изначально стали феноменом. Почему? Абсолютно сухой воздух, снега минимум. Вот. Отсюда грибок, даже естественным путем, имеет ограничения. Он, брат, распространится. Оно, солнечная фокация, не зря. Летом солнце прижгет. Грибок высох намертво. Да. Зимой, тот, что сохранился, зимой снега выпало по сиколотку. Мороз до сорока. Все сухо. Откуда будет грибок? Но в данном случае мы имеем дело. Все-таки это мое утверждение. Никто спорить не сможет. Я был брат, если кто-то сказал. Но мне тысячи умирающих деревьев не приснились. А такого не было никогда. А яблони-то из всех культур наиболее надежные, моростойки. Я раньше-то считал и рассказывал, что все помрет, но яблони останутся. Вышло наоборот. А теперь как они переносятся? Я уже не говорю о том, что корни сомкнулись. Прошел дождь. Здесь все. Вся почва, все в миллионах этих самых спор. Они как появляются? Мы вот сейчас сделали крупный план, да? Ну, это еще относительно, относительно. Я и есть наедурак, но тут надо поискать. А вот здесь, где мы с вами сейчас только съемку делали, да? Вот. Когда вот эти пупырышки лопаются, вот они. Они вначале просто в виде пупырышка, а потом лопаются. И оттуда миллионы спор высого. А потом вот сюда садится птичка. А у нее мокрые лапки, потому что дождь прошел. Вот. И рак уже у соседей. И ничего против этого сделать невозможно. Птичек не уничтожишь. Вот. И вот сейчас самое страшное, к чему я подвожу. Это все не пустой разговор. Знаете, самое главное, это вы слышали поговорку. Лучший способ избавиться от головной боли, это отрубить голову. Так вот, что касаемо садоводства, лучший способ избавиться от головной боли, от больных деревьев, это даже если на них, даже вот это считается дерево, так как его вылесить практически невозможно, избавиться от спора вот на этой территории, несколько десятков квадратных метров. Вот. Получается, его тоже надо уничтожить. Потом два года самообеззараживание происходит. А у нас не произойдет. Смотрите. Мертвое дерево видели? Вот еще мой сосед. За этим я вам показывал, за дорогой. Мертвое дерево еще сосед. Так. Вот. Потом это самое. А вот совсем рядом еще сосед. Так. И сейчас мы с вами, после всего, что я ужасно наговорил, вернемся ко мне и будем думать, что же делать-то нам. Значит, посмотрите сюда. Надо нам исключить, раз такая серьезная тема, нам надо с вами исключить возможность того, чтобы нам не обвинили меня, например, что это все болтовня была, зима была теплая. Всего месяца от 30 до 38, это вот по округе, от Саногорска до сюда, и до 40, одна и дая, ну, степи может похолоднее. Для нас это плевая зима. Вот. Пример тому, видите, форочинская слива с Украины. У нее плоды, лето задержалось, холодно, она до сих пор мелкая. Представляете, до 100 грамм дойдет. Если уж такой роскошный сорт, то как могут погибнуть яблони, да еще количество тысячи штук. Поэтому я хотел специально подчеркнуть, если это живо, мороз не при чем. Вот именно это. Вот. Когда вот эти пупырышки лопаются, вот они, они вначале просто в виде пупырышка, а потом лопаются, и оттуда миллионы спор высого это. А потом вот сюда садится птичка, а у нее мокрая лапка, потому что дождь прошел, вот, и рак уже у соседей. И ничего против этого сделать невозможно. Птичек не уничтожишь. И вот сейчас самое страшное, к чему я подвожу, это все не пустой разговор. Знаете, самое главное, это вы слышали поговорку, лучший способ избавиться от головной боли, это отрубить голову. Так вот, что касаемо садоводства, лучший способ избавиться от головной боли, от больных деревьев, это даже если на них, даже вот это считается дерево, так как ее вылечить практически невозможно, избавиться от спора вот на этой территории, несколько десятков квадратных метров. Вот, а получается его тоже надо уничтожить. Потом два года самообеззараживание происходит, а у нас не произойдет. Смотрите, мертвое дерево видели? Вот еще мой сосед, за этим я вам показывал, за дорогой мертвое дерево еще сосед. Так? Вот. Потом это самое, а вот совсем рядом еще сосед. Так? И сейчас мы с вами, после всего, что я ужасно наговорил, вернемся ко мне и будем думать, что же делать-то нам. Значит, посмотрите сюда. Надо нам исключить, раз такая серьезная тема, нам надо с вами исключить возможность того, чтобы нам не обвинили меня, например, что это все болтовня, у вас была зима, зима была теплая. Всего месяца от 30 до 38, это вот по округе, от Станогорска до сюда, и до 41 до, ну, степи может похолоднее. Для нас это плевая зима, вот. Пример тому, видите, Сорочинская слива с Украины. У нее плоды, лето задержалось, холодно, она до сих пор мелкая. Представляете, до 100 грамм дойдет. Если уж такой роскошный сорт, то как могут погибнуть яблони, да еще количество тысяч штук. Поэтому я хотел специально подчеркнуть, если это живо, мороз ни при чем. Вот именно это. Это особая техника, особая технология. Вот. Так что, и сейчас, когда говорить, что-то никто не командует. А все, нужно рассказывать. Значит, вот это вот груши, вот это яблони, они выращены в горшках, и именно это снимает то самое противоречие, о котором я говорил. не обрежешь, не выкормят корни мертвые, обрежешь, занесешь грибок. А здесь, можно лопату. получается так. Выбираем. Где у нас еще не... А вот, пойдем сюда. И как раз раствор приготовлю. нет уже нет. Успею дойти же. Ладно, я выкапывать не буду. Посмотрите внимательно. Вот это вот саженцы, выращенные в ведрах. Так. И эта технология, которая абсолютно безберегает на 100% корни, она является тем самым компромиссом, который вот эти противоречия снимает. выкапывается с ведром. Уже этой осенью, можно следующей весной. Ведро разрезается ножницами по металлу. И когда вот так его раскроешь, ком такой, что его трудно разломать. Не то, что он сам рассыпется. И получается выкопали такую же точную яму. Поставили, готово. Обрезку делать не надо. Это тот самый компромисс. Но здесь все-таки серьезное предприятие. Поэтому я надеваю наморник. Да? Вот здесь когда в ведре готовый раствор, ну там можно было и в наморнике, но в смысле в респираторе. Но там не суть важна, потому что а вот здесь распыление сильное. Видите? Вот. Когда ветер можно вот так на это наглотаться. А все-таки это не сильный ядохимикат там те, которые показывал, они посильнее. Лучше сразу приучиться к хорошему. Вот. И для того, чтобы не подвести будущих покупателей тех же саваногорцев. Вот. Здесь в течение каждые две недели и раз и после каждого дождя проводится та самая то, о чем я говорил. Если мы вот у соседей были, вон мертвое дерево, вон мертвое дерево, и вон мертвое дерево. Если это стало нормой, да, то сады, возможно, должны начинаться с этого. Но в чужой сад не должны попадать грибки. Вот сейчас на дереве нет ни одной раны. Откуда возьмется грибок? Если раз, дождь пройдет и снова, потом снова, снова и снова, да, саженецу дорожается, сколько труда еще, но выхода нет. Потеряешь авторитет, потеряешь заработок. Вот. И, пожалуйста, вот я так выбросил. Груши, видите, вот яблоня, вот рядом груши. Груши болеют реже, но узнали поэтому груши, хотя редко болеют, очень редко. Я за свою жизнь встретил здесь пять деревьев, рак на грушах, за целую жизнь. Всего пять. А кто сказал, что завтра эти груши не начнут погибать, как яблони, и они тоже все опрыскиваются, причем капитально опрыскивают. Здесь выливается ведро за ведром, ведро за ведром. Вот, пожалуй, в принципе, мы эту тему закончили. Все.